Здравствуйте, уважаемые любители красоты! Приветствую вас на канале Мой Сад и сегодня я вам покажу что я буду делать с уцененными цветами из Аби Вот, показываю, что да, это действительно уцененные цветы Цена у них была снижена в 3 раза от 194,70 а цена 649 была изначально Вот такой новоглинейский бальзам я долго его искала ну и вот смотрите, цена 110 а был 369 ну, довольно-таки приличный не знаю, почему мы поставили на оценку но может потому, что он не цвел такой хороший экземпляр мне достался и пеларгония пеларгония зональная, махровая ну вот, цена у нее 169, они пытались замазать, но не получилось и была цена вот, по которой я купила 68,70 махровая ну, махровых у меня немного у меня там белая розовая красная почти простая поэтому, ну, думаю будет все-таки другая купила я ее без цветка вот, в соцвете вот оно цвело даже не открылся бутон потому что была пандемия скорее всего вот этим цветам даже не удалось и подсвести если честно я так думаю тут тоже даже цветов нет видите, бутончики засохшие еще в нераскрывшемся состоянии поэтому их сразу наверное, скорее всего и были поставлены они на оценку ну, а вообще они, видите вкус довольно-таки вообще приличный хорошенький и подчеренковать его можно да, именно эти растения я всегда стараюсь черенковать но, как помните вот видео с гибискусом который был тоже приобретен приобретен в Аби год назад и как он мне сейчас пышно цветет тоже вам видео вот подставлю картинку и ссылочку тоже вам дам на то видео где я пыталась его вернуть к жизни пыталась начеренковать но при этом ни один черенок не выжил а само растение выжило до сих пор у меня живет цветет и чувствует себя хорошо вот но здесь я все-таки хочу почеренковать цветок вот этот компанула колокольчик он уже отцвел и можно взять черенки черенки с него можно взять но нужны молоденькие черенки сразу вам говорю вот такие тонюсенькие попробовать их поставить на укоренение и именно тонюсенькие черенки у меня как раз вот и стоят и укореняются вот так на стеллажах поживают мои растения и комбанулки сидят в таком контейнере почти каждый сидит в отдельном домике где-то по два стаканчика не хватило я вам покажу что вот смотрите вот такие маленькие тонюсенькие вот невеста эта махровая как раз и дают корешки корешки в других стаканах такого чуда не произошло вот череночек побольше бикалор вот здесь никаких корней нет и неизвестно будет или нет потому что вот эти растения когда идут уже на бутон если вы с них возьмете черенки они укореняются очень плохо а малюсенькие тонюсенькие прекрасно укореняются теперь вот их можно каждый по стаканчику рассадить и уже на солнышко выносить сначала более притяненное вот почему я не сразу стала этим заниматься как только привезла эти цветы из Абит потому что они должны были постоять на карантине они должны были показать больные они или нет летит ли с них что-то белокрылка там ползет ли какая-то букашка по ним но слава богу все здоровое видите ничем не поражено не заражено здесь у меня просто на улице они стояли поэтому пыль конечно на них налетела но так очень даже хорошие здоровые растения при том когда вы покупаете в садовых центрах растения всегда обращайте внимание на их листву чтобы она была не поедена не погрызана ну и обращайте внимание на то что вы можете сделать с этими растениями будете ли вы сохранять его как целое растение или будете его черенковать но я вам предлагаю попробовать и то и другое вот смотрите начнем с пеларгонии ну вот скомпанулой понятно да вот такие малюсенькие тоненькие черенки мы берем сохраняем и ставим на укоренение прямо в торф вот так теперь у нас пеларгония в пеларгонии мы берем черенки вот смотрите черенковать училась у Анны Перматовой город Тайшет так канал на ютубе называется ее ссылку на ее канал ставлю вот такие череночки можем взять раз черенок обязательно его нужно будет подсушить свое видео о том как я черенкую потому что вопросы встречаются я тоже поставлю мы выламываем вот именно выламываем чтоб клеточки они не нарушались не разрезались каким-то острым предметом а чтоб дать им возможность как они хотят так и отломиться вот можем оставить поменьше листочков можем даже два а то и три оставить можете и четыре так что видео посмотрите как это все правильно делать я просто показываю сейчас как я снимаю черенки и сколько черенков можно взять с этого растения обрезка вот такая кардинальная пеларгонии вообще ничего плохого не несет ну то есть поняли так вот убираем все вот у нас три хороших черенка можно и больше взять можно мне будет достаточно наверное и этого а здесь я хочу чтобы вот эти вот точки роста пошли дальше 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 и уже зацвели ну вот еще можно вот этот череночек тоже выломать черенки сами небольшие вот по 2-3 сантиметра вот такое растение у меня остается я вам в дальнейшем конечно покажу как он дальше будет жить вот смотрите интересно всегда наблюдать что было с этим растением до этого и как оно укоренялось вот торфяная таблетка сеточку не сняли вот 100% оно плохо развивалось потому что сетку вот укоренили таблетки вот это растение я укореняю не в таблетке в торфе в стаканчиках в 100 граммовых в них лучше укореняется не то что не жалко земли но что это лучше вот не знаю мне кажется вообще там корни только внизу наверное вышли из таблетки тогда захватились за грунт ну вот поэтому ему тут конечно не очень-то хорошо желательно бы его пересадить вообще в землю которая земля с песком ну чуть-чуть нужно и торфа добавить перед мной и тогда бы это растение себя чувствовало хорошо и подкормить его конечно азотным удобрением обязательно нужно после вот этой кардинальной обрезки черенки беларгонии и герании как я уже говорила я укореняю сразу в грунте не в воде потому что у меня почему-то не загнивает а здесь мы уже у бальзамина будем обрезать черенки потому что выламывать не очень удобно с него перед обрезкой любой инструмент вы должны обработать любым спиртосодержащим раствором ну вот растение я обрезала здесь чистый торф тяжело ему конечно было в таких условиях расти ну ничего мы пересадим его уже попозже только когда оно придет в чувство сейчас пока подкормим немножко азотным удобрением очевидные карбамида немножко вообще карбамид разбавляется 1 столовая ложка на ведро воды ну или спичечный коробок на 10 литров воды но вы можете уменьшить втрое и полить с этим раствором этим раствором это растение но не переливать знать что количество листовых пластинок уменьшилось кормить поить некого и незачем поэтому ну раз в недельку я думаю потому что у меня уже был грустный опыт что я замочила свое растение корни брали влагу а испарять было нечем и поэтому оно у меня конечно пропало но теперь уже мы же учимся на своих ошибках такую ошибку уже совершать не будем вот такое количество черенков у нас получилось нарезано поставим в воду и недельки через две думаю успешно у нас появятся корни можно будет потом пересадить уже в грунт в легкий воздухо- и влагопроницаемый 10 черенков такой урожай конечно это неплохо если учитывать да что взрослые растения стоит 369 рублей нам достало за 110 да еще и 10 черенков но это вообще просто большая удача вот такой бальзаминчик у меня есть вот видите цветочки у него крупные оранжевые ну вот сейчас обильно цел ну вот сейчас чуть-чуть сбросил и по новой начинает набирать бутончики вот с него черенковать нам нечего потому что междоузли короткие очень приземистые поэтому как только они подтянутся тогда тоже можно будет срезать парочку и поставить воду для того чтобы произошло укоренение вот другой экземплярчик уже произошел укоренение в воде уже вот в горшочке и будет дальше расти вот Продолжение следует...